Спортивный азарт, радость побед и горечь поражений. Все эти эмоции пережили те, кто в прошедшие выходные оказался в специализированной школе Олимпийского резерва Новочубоксарска. Именно там прошла традиционная окружная спартакиада «Спортивный олимп Приволжья», которая является частью большого проекта «Вернуть детство». Около 300 воспитанников детских домов и школ-интернатов из 14 регионов Приволжского федерального округа сражались за звания самых сильных, самых быстрых и самых ловких. Подростки от 13 до 18 лет оспаривали победы в состязаниях по мини-футболу, стритбаскету, волейболу, дартсу, шашкам, настольному теннису, плаванию, а также пробовали свои силы в легкоатлетической эстафете. Я занимаюсь уже шестой год. В шашки я начала играть, когда мой дедушка был тренером по шахматам. Он меня учил играть, потом сказал, что когда я вырасту, я буду ездить на соревнования. Я уже участвую. Три года подряд ездила тоже в Саратов по шашкам и все три года брала первое место. Итоги подведены. Покорителям «Спортивного олимпа» в общекомандном зачете стали лидеры прошлогодних игр – команда Республики Мордовия. Помимо кубка и диплома победителям вручили ценные подарки – планшеты. Но все же главной задачей спартакиады было далеко не материальное обогащение участников. Оказать максимальное внимание детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сплотить их, развить лучшие качества коллективизм, поддержка друг друга, закалить характер в спортивных мероприятиях. То есть самое главное, чтобы у детей было хорошее впечатление от пребывания здесь, у нас, в Чувашской республике. Чтобы они зарядились хорошими впечатлениями на целый год. Кстати, юные спортсмены наглядно подтвердили поговорку – талантливый человек талантлив во всем. Ребята проявляли себя не только на спортивных площадках, но и на сцене. Как оказалось, они не менее талантливо поют и танцуют. Юлия Важенина, Республика. Юлия Важенина, Республика.